На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Московской областной думы Владимир Жук поздравил неравнодушных жителей округа с Международным Днем Добровольца. Много очень людей, которые нуждаются в вашей помощи. Поэтому хочу вам сказать огромное спасибо. В Ленинском городском округе продолжается сбор помощи для участников специальной военной операции и мирному населению освобожденных территорий. Ленинский городской округ работал, работает и будет помогать СВО нашим бойцам, выполняющим боевые задачи. Участники окружного фестиваля визуальных и сценических искусств продолжают радовать зрителей и поклонников своим мастерством. Ежегодно в начале декабря отмечается Международный День Добровольцев. Чтобы поблагодарить этих активных людей с добрым сердцем, в муниципалитет приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Наша съемочная группа присоединяется к поздравлениям. Зал заседаний в здании администрации Ленинского городского округа едва вместил всех желающих. С каждым годом в муниципалитете становится все больше волонтеров. Это люди разных возрастов и самому младшему всего 13. Объединяет одно большое доброе сердце и острое желание помогать. Поздравить их с Международным Днем Добровольца приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Много очень людей, которые нуждаются в вашей помощи. Поэтому хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы делаете. Надеемся, что мы вместе будем эту работу продолжать. Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, успехов, сил, энергии. А те люди, которым вы помогаете, все это оценивают. И мы это видим. Спасибо вам большое. Слово «спасибо» звучит в жизни волонтеров миллионы раз. Они всегда там, где в них нуждаются. Это патронаж тяжелобольных и пожилых людей, работа с социально незащищенными слоями населения, активная поддержка в сборе и передаче гуманитарной помощи на Донбасс. Добровольцы активно участвуют во всех акциях и мероприятиях муниципалитета. Волонтер, наверное, все-таки это душа и сердце. И вот это у вас есть на первом месте. И вы являетесь примером для многих. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо, что вы с нами. Дай Бог вам всего самого-самого доброго. К движению «Видный волонтер», который насчитывает более ста человек, юные Полина Самбурова и Екатерина Раэлян присоединились всего полгода назад. Но уже успели сделать много добрых дел. Девушки признаются, став однажды добровольцем, становиться уже невозможно. Это любовь на всю жизнь. Я успею находить время для этого дела, потому что это семья, волонтерство – это семья, которая ты потом отказался на семью, потому что я ее люблю. Какие дальнейшие планы? Продолжать. То есть продолжать. Мне это нравится. Мне нравится делать добро. Мне нравится коллектив, в котором я сейчас работаю вместе с ребятами. Я хочу это продолжать. В числе награжденных – воспитанники подростково-молодежных клубов, школьники, студенты, общественники. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно ТВ. Неравнодушные жители Ленинского городского округа продолжают помогать участникам специальной военной операции и мирному населению освобожденных территорий. На днях в зону боевых действий отправлен очередной гуманитарный конвой. С начала ноября депутаты общественной организации, территориальное отдело, образовательные учреждения и активные жители муниципалитета собирали все необходимое для отправки очередных машин в зону военных действий. Мы определили, закрепили за собой больницу в Мариуполе как шефскую помощь, а также 42-м – это стрелковую дивизию, куда мы на регулярной основе собираем по их запросам по потребности в зону СВО, а также гражданским лицам, которые там находятся на освобожденных территориях, на наших территориях, которые находятся в зоне СВО, мы собираем гуманитарную помощь. Как отметил депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Владислав Рымша, у каждого народного избранника на участке оказалось много неравнодушных людей, которые откликнулись и приняли участие в сборе помощи. У нас есть чаты, в том числе и домовые, через которые мы эту информацию распространяли. Соответственно, старшие по домам тоже активно участвовали в этой работе. Поэтому стараемся взаимодействовать со всеми, кто может нам в этом просить помочь. С наступлением холодов участникам специальной военной операции особенно необходимы обогреватели, теплая одежда и обувь. Гуманитарную помощь входит у нас медицина, входят продукты питания, амбонирование, снаряжение, ну и дополнительный расходник, который есть. Есть большой запрос на технику, именно там уазики машины, которую мы также приобретаем и также туда направляем. Пять машин отправятся в зону боевых действий под контролем представителей Ленинского отделения ветеранской организации «Боевое братство». Ленинский городской округ работал, работает и будет помогать СВО нашим бойцам, выполняющим боевые задачи. Это уже пятый по счету конвой от муниципалитета со всем необходимым военнослужащим и мирному населению освобожденных территорий. Накануне Нового года запланирована еще одна отправка гуманитарной помощи. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. С 2008 года в Ленинском городском округе проводится военно-спортивная игра «Освобожденная Подмосковье». В этом году она посвящена 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. В мероприятии приняли участие студенты колледжа «Московья» в развилке. Начали. Год от года условия, правила, состав и количество состязаний меняются, но главная цель – напомнить подросткам о славных страницах российской истории – остается неизменной. Это традиционные соревнования, проводятся в каждый год у нас. Участвуют дети, вспоминаем ветерана Великой Отечественной войны. Это было приурочено к 81-й годовщине наступления советских войск под Москвой. До 1990 года в школах преподавали начальную военную подготовку, и автомат мог собрать и разобрать любой старшеклассник. Сейчас молодые люди знакомятся с оружием, в том числе благодаря таким играм. Сам автомат. Очень круто выглядит. Впервые вообще разбираю, собираю. И только в результатах вы хорошо или удовольны? Да, абсолютно. В ходе военно-спортивной игры под названием «Освобожденная Подмосковья» молодежь не только проходит различные испытания, но и знакомится с историей. Винтовка Мосина. Год. 1891 год. Когда фашисты слышали команду «Штыки примкнуть», это была страшная команда. Стоит отметить, что активное участие в военно-спортивной игре принимали как парни, так и девушки. Мы разбирали автоматы, собирали. Также было снаряжение магазина К-74, перетягивание канатов. Проходили через болото. В общем, было круто, нам понравилось. Сами организаторы, инструкторы и преподаватели оборонно-спортивного клуба «Ратник» отмечают, что студенты колледжа Московья имеют неплохую подготовку. С ребятами работают, работают с ними. Не все четко отвечают, но работа ведется, и это радует. Умные глаза у ребят, стараются больше узнать. Я думаю, все у них впереди. А знать войну и прошлую историю надо обязательно. Те, кто лучше всего сумели пройти все испытания, получили памятные медали и дипломы. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Участники окружного фестиваля визуальных и сценических искусств продолжают радовать зрителей и поклонников своим мастерством. Народным исполнителям и эстрадным группам тоже представилась возможность поймать свою волну успеха. О самых ярких солистах и коллективах расскажет наш корреспондент Галина Житкова. Александра Аникина к окружному фестивалю народной музыки и эстрадного пения готовилась особенно тщательно. Юная певица занимается вокалом уже пять лет и выступает с довольно серьезными произведениями. Моя любимая песня, наверное, она английская, которую я хочу сейчас петь. Это «Миллион дримс». Ее исполняет певица Пинк. Это рок-музыка. Это сияние нескольких жанров. Свои достижения в области эстрадного пения на фестивале продемонстрировали и друзья Саши по вокальной студии, где она занимается. Младшие солисты от души исполнили замечательные музыкальные композиции. О-а-а-а, только вместе мы большая, но о-а-а-а, мне разный пора. Мне нравится зрителям, что я очень им благодарна, что они пришли просто посмотреть на концерт. А вот солисты фольклорного ансамбля «Терек» давно заслужили любовь и уважение не только зрителей, но и самого строгого и профессионального жюри. Но на участие в таких фестивалях всегда откликаются с радостью. Это передача опыта от поколения к поколению. Еще это общение между детьми и взрослыми, чего сейчас в нашей жизни не хватает. Мы все-таки изолированы больше, дети у нас отдельно, взрослые отдельно. Поэтому традиции с большим трудом воспринимаются молодежью. Десять ансамблей, вокальных групп и коллективов представили строгому жюри свои номера. Уникальная композиция голосов и зрелищности транслировала мощный заряд положительной энергии в зал. Ди-джей нажимает на вынь. Негде на спать все на детской пати. О-о-о, в этом трене всего-то, но запоминайте. Купала, кипаля, купала, купала, кипаля, купала, 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 кипаля, купала, кипаля, кипала. Звездами фестиваля стали и вокалисты. 30 сольных исполнителей продемонстрировали свое мастерство владения голосом и произвели неизгладимое впечатление. Уровень достаточно хороший. И очень приятно сидеть в жюри и давать оценку таким вот почти, вот уже, я думаю, что еще пара шашков, а уже профессионалам своего дела. Впереди большой галоконцерт для всех участников фестиваля визуальных и сценических искусств. И там снова прозвучат именно от тех, кто заслужил не только одобрение профессионалов, но и получил больше всех зрительских симпатий. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Идмитова. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok